Парад Дедов Морозов Традиция проводить парад Дедов Морозов зародилась в Видном почти 10 лет назад. И неизменно мероприятие собирает огромное количество зрителей. Ой, круто очень. Первый раз такое вижу. Обычно уже как-то все расходятся с барабанной. Вот такое первый раз. Хочу ребенка выгнать на улицу, чтобы посмотрел. Конфеты заслужил. Может быть, стих расскажет. Действительно, во время парада Деды Морозы устраивают небольшие остановки. Играют с ребятней, позируют для фотосессий и раздают маленькие, но очень приятные сувениры. У вас есть подарок? Да, посмотрите, пожалуйста. У меня есть шоколадка от русского Санта-Клауса. Я очень тронут этим подарком. Спасибо большое. Более 30 Дедов Морозов и Снегурочек прошли по советскому проезду по традиционному маршруту от Советской площади до кинотеатра «Искра». Дедушка Мороз, что главное на параде? На параде самое главное – это идти в ногу и посох не потерять. У Георгиевского храма к процессии присоединился временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Эдуарда Радушкин. Как он позже признался, благодаря таким парадам мир становится чуточку добрее. Надо немножко иногда быть детьми. Ну, в хорошем смысле слова, отходить от каких-то таких вот больших взрослых проблем. И, наверное, мир тогда будет ощущением, будет более прекрасное, нежное. И чувства будут у нас у всех добрые, будет любовь и будет все прекрасно. И вот парад выходит на площадь у кинотеатра «Искра». Здесь уже ждут сказочных волшебников, основная задача которых на сегодняшнем вечере – зажжение главной муниципальной елки. «Ну-ка, елка! Раз, два, три! Светом сказочным! Гори!» «У «Искры» продолжается праздничная программа, а большинству Дедов Морозов пора ехать дальше – зажигать елки в жилых комплексах и парках по всему Ленинскому округу. «Утрем нос, родители! Так громко! Приготовились! Крикнем Дед Мороз! И три, четыре! Дед Мороз!» В Расторгуевском парке собралось порядка ста человек – детей и взрослых, чтобы принять участие в играх, танцах и, конечно, церемонии зажжения местной новогодней елочки. Волшебное заклинание, как оказалось, является универсальным для всех елок. «Раз, два, три! Светом сказочным! Гори!» «Замечательно, что у нас здесь есть рядом Расторгуевский парк, и здесь очень много, радостно проводят вот такие вот мероприятия часто. Спасибо большое!» А дальше публика разогревалась песнями и танцами, а дети делились своими желаниями. «Чего бы им хотелось получить от сказочного волшебника в подарок?» «Скажи, что ты хочешь попросить у Деда Мороза на Новый год?» «Итак, готовы?» «Куклы!» «50, 21 пистолетов и лего!» «Игрушку в виде камерамана-чистана 2.0» «Я бы хотела попросить много предей для вязания». «Я? Лего!» «Ты уже второй человек, который хочет попросить лего. А кроме лего что-нибудь еще хочешь попросить?» «Нет». Если чего-то сильно хочешь, желание обязательно сбудется, а наши волшебные герои приложат все силы, чтобы воплотить мечту каждого ребенка. Парад Дедов Морозов – только первое мероприятие в череде праздничных событий, которые произойдут этой зимой. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.